Реально ли студенту летом сделать свой канал? Очень и очень реально. Но надо понимать для себя, что это не фановое мероприятие, слово ни разу. Если вы будете относиться к этому, как к какому фану, то это ничего не даст, это ничего не получится, это будет разочарование. Вполне себе, может быть вы еще не созрели. То есть каналу надо подходить системно, это бизнес. То есть если вы хотите канал ЧСВ, чувство собственной важности, это одно. А если вы хотите канал, на котором вы в дальнейшем будете зарабатывать, либо качать свои какие-то скилы, либо качать свое бренд свой, да, это совершенно другое. Поэтому студенту реально заработать и сделать канал за лето, ну то есть зарабатывать осенью еще нельзя. Но попробовать себя в этой нише очень и очень хорошо. Я всегда противник, наверное, образования, которые сейчас дают. Почему? Потому что ко мне приходят люди, студенты, которые вообще ничего не знают. Я говорю, зачем ты училась 5 лет? Вот кому ты это, вот все это, зачем это все? Тебя учили там деды-колгуны, которые нифига не понимают. Зато, говорит, зато у меня есть высшее образование. Я не против высшего образования. Я против того, чтобы вы учились ради корочки. Понимаете, когда мне приходят люди, хотят, она закончила лес, промхоз, какой-то техникум там, да, 4 года дала жизни. И кто ты? Эколог, Ликснова. Я не против. Но если бы ты эти 4 года занималась бы интернет-маркетингом, либо там ютуб-каналом, то был бы результат. А сейчас она приходит, и она наравне со школьниками пятнадцатилетними, которые там, в принципе, знают то же самое, что она ничего, да. Поэтому, если вы не будете бухать, если вы не будете там, скажем так, отдыхать там активно, да, делать, а работать лето. Вот раньше кто-то уходил в отпуск и гулял там, да, там, не знаю, Крым, Питсунда там, что угодно. А кто-то ехал в строительный, там, вот стройотряды, да, там собирала там, допустим, там. То есть вы относитесь к этому, как к стройотряду. У вас должна быть самоорганизация, у вас должно быть понимание того, что это работа. И здесь вы должны понимать, как, как я все время считаю, да. Я считал, что, Александр, ты в Москве, ты добился больше, чем, ну, то есть я в топ-3. Потому что из ста человек с маленького безрусского города, которые приехали в Москву, я реально был в топ-3. Но меня это не устраивало. Я хотел быть топ-3, в Гомельской области, допустим, да. Потом топ-3, там, еще, 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 еще. И это вот меня мотивировало, потому что, как бы, я должен был обходить своих конкурентов. Считайте, что вы должны быть самым лучшим на своем потоке, да. Вы должны быть самым лучшим, то есть у вас должен быть самый лучший канал среди вашего универа, университета, либо, не знаю, техникум, института, академии, да. Поставьте себе цель, а дальше начинайте масштабировать эту цель. Только так у вас будет получаться. Потому что, если вы думаете, что вы начнете, и у вас завтра получится, это системный подход и системная работа. Поэтому, отвечая на вопрос, реально ли сделать студенту летом канал, да. Лето – это сто дней, да. Сто дней, если вы хотя бы будете делать один ролик в два дня, это пятьдесят роликов. Пятьдесят роликов, друзья мои, это канал. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!